Камера готова. Интервью дубль один. Мотор. Привет, я Жора. И у меня появилась идея снять несколько видеоинтервью с мигрантами из Беларуси и других русскоязычных стран. И вот мой первый гость, точнее я у него в гостях. Мы сидим сейчас в Киеве, но он себя представит сам и больше про себя расскажет. Привет, меня зовут Макс Беларус. Я уехал из Беларуси 7 лет назад, до того, как это стало маэстримом. Подтверждаю. А теперь расскажи, как ты оказался в этом слабом городе? Я поехал на Майдан. И обстоятельства так сложились, что мне пришлось здесь остаться. Хорошо. А почему ты поехал на Майдан? Я был анархистом, политическим активистом. Столкнулся впоследствии с мусорским прессом. В частности, больше, скажем так, на мою семью. Вот. И мне кажется, в какой-то степени это меня вынудило поехать на Майдан. А можешь как-то поподробнее рассказать об этом прессинге, с которым ты столкнулся? Ну, получалось так, что лет 16 я себя вот осознал как анархист. Вот. Начал проводить различные гитрейды. Сам я из Жлобинского района, но активничал в городе Жлобине. Он там небольшой городок на 70-90 тысяч населения. Вот. Мы клеили листовки в духе, что такое праздник 1 мая, там, рабочие боритесь за свои права. Вот. Какие-то, ну, там, небольшие наклейки против мусорского беспредела. Клеили там свободу политзаключенным анархистам. Вот. И это, как сказать, вызвало внимание со стороны мусоров и со стороны КГБ. Вот. И пик всего этого был в 13-м году, когда в городе происходил государственный праздник Дожинки. Кто из Белагуси знает, ну, как бы, что это такое. Вот. То есть выбирается один региональный город, и там вот отмечается этот праздник окончания сельскоуборочного сезона. Вот. И туда, как бы, приезжает Лукашенко. Там, якобы, наводится порядок показучный такой. И один из моментов, то, что там зачищается любая активность, не только политическая, а там субкультурные молодежные движения в том числе. Вот. И ситуация была такая, что началось, что нас, ну, моих каких-то знакомых, там, из панк-рекорд-тусовки начали вызывать в милицию, там, читать нотации. Вот. Кому-то, ну, как бы, там, из ярких примеров, вот была девочка, которой было, там, 15 лет, ей ухажали изнасилованием. Вот. И были, там, случаи, что сначала была такая команда граффити, называлась «Можно всё». Они не являлись какими-то политическими активистами, они просто рисовали граффити по, ну, по обычной граффити культуре. И, ну, вот, им тоже, там, пригрозили пальчиком, сказали, мол, будете рисовать, получите по шапке, в таком вот духе. Тоже как-то, там, запугали. И на фоне всей этой вот ситуации, там, с девушкой, с этими ребятами, мы как-то обозлились на всю эту ситуацию и начали рисовать граффити вот по вот этим покрашенным свежей стенам, которые готовились показать Лукашенко. Мы начали писать «Можно всё», «Савицкий чмо». «Савицкий» — это, вот, один из мусоров, который всем этим руководил, то есть прессингом в отношении молодёжи. Ну, нужно также, кстати, сказать, что почти никому не было в 18 лет, ну, в смысле, даже из тех, вот, кого прессовали, то есть мусора вызывали к себе, запугивали, и никто даже не мог, там, пойти к своим родителям и сказать, что, мол, вот, со мной такой, как бы, беспредел происходит, там, мам, пап, помоги, вот, потому что мам, пап, сказали бы, да ты сам хулиган, почему, или хулиганка, почему тобой милиция, там, интересуется, то есть тогда был такой довольно большой уровень доверия к ним. И, ну, вот, мы рисовали граффити, можно всё, «Савицкий чмо», там, мусора, руки прочь от молодёжи, дожинки не повод беспределить, и вот в таком вот духе. И после вот этой вот серии надписей у ментов просто сорвало крышу, они встретили этих ребят с этой вот команды «Можно всё» и других граффитчиков отвезли, ну, в городе встретили тусовкой, ну, мусора их узнали, отвезли в отдел, вот, и начали там избивать, вот. И начали, ну, как бы требовать информацию, кто, ну, нарисовал, как бы эти надписи, вот. Ну, и все говорили, что это не они, вот, ну, как бы было понятно, что это, скорее всего, сделали, как бы, анархисты, и один из парней, ну, общался со мной, и они знали, что он общается со мной, и они, вот, как бы, давили на него, что, мол, выдай нас, пусть это, как бы, всё закончится, что он, собственно, как бы и сделал. Ну, и после этого у моей семьи начался, скажем так, весёлый период. Вот, весёлый период — это то, что их там постоянно вызывали то на работе, то на учёбе, ну, там, на какие-то беседы, то есть не было каких-то продвижений по службе, да, то есть там в Мальцере там планировались какие-то продвижения, потом хоп, они отменились там обысков там, не знаю, наверное, шесть или восемь семей, ну, адресов, в которых проходили обыски. Да, там, обыск, не обыск, был допрос моей бабушки, которая на тот момент уже четыре года вообще не ходила, то есть она находится в лежачем положении, вот, к ней приходили мусора, и, типа, расспрашивали про меня, чем я там занимаюсь. Это был именно допрос? Или это просто они приходили, как они любят, без каких-либо документов, просто давайте пообщаемся с прошлого родственника и запугиваться? Ну, они приходили просто пообщаться, плюс они там могли среди ночи позвонить и сказать, алё, а вы знаете, чем может заниматься ваш шнука? Он как бы бандит, то есть ты когда бабушке говоришь, что бабушка, если бы там всё, что они говорили, это было правда, ну, пусть бы они меня там забрали, завели какое-то уголовное дело, что это, как бы, сложно в Беларуси сделать или что, ну, а уголовное дело они не могли завести, потому что, ну, надписи, это административка, за которую дают просто штраф, вот, и если кто-то там задастся вопросом, почему к тебе там не приходили, потому что у меня был случай, ну, как бы, у меня пытались, как бы, завербовать чекисты, вот, и в момент этой вербовки я записал на аудио, и потом пообещав, что я об этом, дав слово мужику, мужика чекисту, вот, я вышел, зашел домой и сразу же раскинул это аудио друзьям, вот, и со мной просто перестали, как бы, общаться, и никогда, как бы, не трогали, даже, вот, мы в городе встречаемся, я говорю, привет, вот, они разворачиваются и просто уходят, вот, ну, и, короче, возвращаясь, вот, к теме родителей, то, что, вот, бабушка, бабушка вторая, которая тоже, ну, как бы, инвалид, вот, тёти, дяди, брат троюродный, ну, там, детский сад, как бы, там, у троюродного брата нашли пневматический пистолет, точнее, у его отца нашли пневматический пистолет, и тоже, там, короче, цирк устроили, вот, и, ну, получалось так, что просто издевались, как бы, ну, как бы, над родственниками, и нужно понимать, что в Беларуси, как бы, если к тебе приезжают, там, мусора, вот, а тем более, если тобой интересуется КГБ, то ты какой-то, ну, наверное, бандит плохой, и так далее, вот, как-то так люди в голове работают. Ну, ты, наверное, хотел уточнить, что это так было в прошлом, сейчас-то они ко всем приезжают. Ну, да, но, вот, я говорю про тринадцатый год, что... Объяснить людям, что, на самом деле, ты ничего не делаешь плохого, и вам с вами просто играть и манипулировать, ну, как бы, было очень сложно, вот. И поэтому общение с родственниками, оно сводилось все больше к тому, что, там, просили, мол, не заходи, пожалуйста, к нам, нам не нужны... Ты, конечно, хороший, мы тебя любим, но, пожалуйста, давай, как-то, вот, дистанцию будем держать, вот. И, как бы, ненависть от этого к мусорам, она, как бы, только возрастала. То есть, если я в движение приходил, слушал, там, панклок, клеил какие-то листовки и так далее, то со временем, там, вот, наша группа, она все больше, там, начинала интересоваться более какими-то, там, радикальными штуками, не знаю, заходить, там, на Рунион, искать, там, оригинал русской кухни, читать, как, там, какие-то маджахеды делали оружие, типа, самодельное, или, там, ходить по немецким, там, кладбищам и пытаться что-то найти, чтобы из этого что-то сделать, вот, потому, что уже, ну, как бы, ненависть закипала настолько, что хотелось, ну, как бы, как бы, чекистам и мусорам, как бы, просто мстить за то, что, ну, даже напали, как бы, не на тебя, да, за твои какие-то убеждения, за твои какие-то взгляды, да, напали именно на твоих близких, которые даже, как сказать, они не хотели в этом всем участвовать. Хорошо, я понимаю твои настроения, которые у тебя были перед поездкой, но какие события, вот, прям, сподвигнули тебя на эту поездку? Ну, я думаю, ну, как бы, не думаю, это точно было после Нового года, который, вот, 2014 встречали. 30 декабря, я так понял, был не финал. То есть я вот раньше рассказывал про то, что вот давили на семью, что меня почти что не трогали, и я так понял, это была, как бы, тактика мусоров, что, как бы, вот этого человека, ну, как бы, сажать особо не за что, ну, нам нужно сломать всего какую-то волю, и они делали это через отношения с семьей, да, то есть чтобы ты видел, как страдает твоя семья, ты видел, как рушится она, как портятся взаимоотношения с семьей, и, вот, мне кажется, одним из ключевых моментов стало то, что вот 30 декабря они приехали ко мне домой, приехали к Диме Рязановичу, приехали к Сергею Романову, еще к нескольким ребятам, которые, вот, проходили у них по списку вот этой вот анархистов, там, в Гомельской области, и попытались нас отвезти в отделение, чтобы там провести разъяснительную какую-то беседу. Кажется, бред, но для тех, кто не понимает, ну, и кто, возможно, не из Беларуси, объясняю, в чем суть. То, что Новый год — это семейный праздник, который проводится в кругу семьи, и вот вы там ставите елки, готовите какие-то подарки, думаете, что вы там будете говорить с своим близким, и вас перед этим праздником семейным пытаются забрать мусора в отделение. И вот, как я уже говорил, что в Беларуси в тринадцатом году если к тебе приезжают мусора, ну, то ты, значит, какой-то негодяй, бандит, и вот это вот все. И перед Новым годом к тебе приезжают мусора и пытаются забрать, ну, в отделение. Вот. Я выхожу, спрашиваю, в чем проблема. Участковый мне говорит, мол, поехали. Я стою и чувствую, как на меня батя надевает курточку и говорит, едь, тебе там помогут. Я просто в шоке, что, как бы, отец, ну, там не только отец, а отец, мать, сестра, они не понимают, что приехали волки в овечьих шкурах и что на самом деле, как бы, они должны, по идее, быть на моей стороне, да, и говорит, ну, типа, слышь, пес, ты что сюда приехал, поехал отсюда, вот, потому что, ну, нету у тебя какого-то повода меня забирать, что ты сюда ездишь, да, почему ты заходишь в наш дом, вот, а, ну, как бы, родители его даже в дом впустили. То есть, ну, как бы, кто разбирается в законах, понимает, что это полный бред. И, ну, как бы, я ему сказал, что я никуда не поеду, в принципе, все ребята так и сказали, и, ну, мы никуда не поехали, написали, что я не буду нарушать на Новый год закон, и не буду в пьяном виде там нигде появляться. Хотя на тот момент уже, по-моему, три года как, ну, не употреблял вообще ничего, просто чтобы меня никогда за это, как бы, не подтянули. Вот, но как итог, конечно же, праздник был испорчен, вот, у нас закончилась эта большой семейной ссорой, то, что мы там сидели, что-то начали друг друга поздравлять, там отец сорвался, сказал, что, мол, что-то он хотел сказать, и потом, да нет, ты все-таки позор семьи, и так далее. Я не выдержал, сказал, почему я позор семьи, ну, реально, ну, почему. И, ну, короче, началась перепалка, я ушел в свою комнату, отец в свою, и я пошел, взял ключи от машины и поехал к ребятам, ну, написал им, сказал, что, короче, типа, у меня вот такая ситуация, они говорят, у нас то же самое, я говорю, пофиг на всех, мы пойдемте тусоваться сами, и если там родственники это все не понимают, будем вот тусоваться. Ну, короче, мы отлично провели Новый год, и потом через несколько дней увидели, как славно избивают Беркут на Майдане. И у нас просто сработала довольно логическая мысль в духе, так, подожди, типа, там Беркут, а Беркут защищает Януковича. Янукович — это друг Лукашенко и вот Путина, и всей этой компании. Если белорусы не хотят ничего делать с этим диктаторским режимом в Беларуси, то поехали помогать украинцам. Вот, ну, и так мы приняли решение ехать на Майдан. Я правильно понимаю, что ты знаком со всеми фигурантами дела партизан? Да. Ну, об этом мы поговорим попозже, а теперь расскажи, что, собственно, происходило на Майдане? Потому что про это не так много, к сожалению, можно что-то посмотреть, узнать. На самом деле довольно много можно посмотреть вопрос. Мне кажется, что не все рассказывают там в каких-то красках, что там происходило, и даже в Украине, потому что... Потому что... Я не знаю. Вот есть, например, дело Татьяны Черновол. Да, это известная активистка и журналистка на Майдане. Да, ее сейчас вот обвиняют в поджоге офиса партии регионов. Да, это партия регионов, это партия Янукович. То есть, кажется, в Украине победил Майдан. Вот, а ее вот обвиняют в том, что там охранник, который удалял видеозаписи камеры наблюдения, вот, из-за того, что когда поджог произошел, он остался, задохнулся дымом и помер. Вот, ее сейчас в этом как бы обвиняют. И, я думаю, люди понимают, что даже будучи в Украине, не обо всем, во всех красках можно рассказывать все, что они как бы там видели. Ну, и опять же, там, не знаю, Беркут, который расстреливал людей там на Майдане, ну, которые проходят подозреваемыми по этому делу, их там вот тоже буквально полгода назад отпустили. Но я, не знаю, попробую. То, что я видел своими глазами, все-таки какую-то часть рассказать. Вот. На Майдан я попал следующим образом. Первое, то, что у нас там с Димой Резановичей не было денег. Вот. И мы списались с ребятами, с русскими анархистами, с которыми мы общались, и предложили им тоже поехать. Они сказали, мы не можем, потому что там работа какие-то свои проекты. Вот. Но они сказали, ну, мы можем вам денег скинуть, как бы, вот, как-то давайте вот так вот решим. И получается, что они проспонсировали нам дорогу, какие-то деньги на первое время. Ну, это небольшие деньги, это в духе, там, 200 долларов какие-то выделили со своей, ну, как бы, личной зарплаты. Вот. И мы поехали, написали, тогда это была организация «Народный набат». Вот, написали, ну, как бы, они просто вели во Вконтакте страничку, вот, написали им, что мы едем к вам, и все, поехали, условно говоря, в никуда. Мы особо там не знали, что и как. Вот. И вот я приехал, познакомился там с ребятами, и вот начал вливаться во все это дело. А можешь как-то поподробнее рассказать, чем вы там занимались, в чем участвовали, что видели? Ну, для начала нужно сказать, что я туда ехал как анархист, и мне было интересно взаимодействовать с анархистами. И когда я туда приехал, там было много разрозненных анархических групп, и... которые все никак не могли объединиться. Но, тем не менее, происходило много вещей таких неприятных, ну, как, например, там... Я не знаю, во-первых, было очень много, как бы, откровенно, нацистов, да, и они вели себя порой довольно грубо, то есть, там, были случаи, что, вот, в Укрдом я видел, как зашла как-то вооруженная группа и сказал, вот это вот наше помещение, ну, там, другую какую-то группу мы выселяем. Они выселяют, потому что у них есть оружие. Или, к примеру, Майдан финансировался в большом, мне кажется, проценте довольно за счет скринек, который скидывали пожертвования, да, и вот ты стоишь с этой скринкой, тебе подходят чуваки и говорят, мы, министерство финансов Майдана, вот, и забирают у тебя процент с этой скринки, и потом, якобы, эти деньги передают в общак, вот, из общака, там, слухи ходили, что деньги постоянно воровались, я, в принципе, больше, чем верен, что так оно и происходило, ну, то есть, было очень много, как бы, беспредела, да, на который хотелось бы как-то отвечать, но из-за того, что у тебя нету никакой силы, ты, ну, не можешь на него никак реагировать, и, как бы, вот эта вот реальность, она подстегнула вот эти вот разрозненные анархические группы, которые по каким-то мелочным вопросам конфликтовали между собой, ну, к какому-то объединению, которое в итоге вылилось в создание черной сотни, вот, но она тоже не состоялась, то есть, условно говоря, ну, как бы, там происходил процесс, что, то есть, у вас есть сотня, вы должны выйти на построение, построиться, должен прийти, по-моему, тогда это был поруби, поруби, и утвердить, что, типа, вот, мы вас, как бы, зарегистрировали, вот, регистрация не состоялась, потому что сотню разогнала сич, потому что она была срая, люди мало друг друга знали, не были вооружены, вот, сич просто пришла с травматами, анархистов травматов не было, и им, ну, как бы, анархистам пришлось разойтись, вот, и, да, ну, это вот, опять же, к вопросу революции, да, и всех этих идеалистических, идеалистических порылов, ну, как бы, люди часто, вот, что революция, это что-то такое идеальное, это когда собираются все самые хорошие люди вместе что-то делают, на самом деле, это далеко не так, то есть, собираются идеалисты, собираются люди, которые просто в поисках какого-то адреналина, которым просто скучно, которые проворачивают какие-то махинации, пользуются ситуацией и так далее. То есть в некоторой степени это какой-то небольшой хаос, где тебе нужно что-то делать и при этом смотреть, чтобы твои идеалистические порывы не опорочили какие-то проходимцы. В том числе ситуация с Сичью, она опять же поднимает вопрос, что если вы планируете отстаивать свои какие-то взгляды и не будете их готовы защищать, у вас не будет ресурса на это, в данном случае на Майдане, если у вас там не будет оружия, то любые ваши порывы, вернее любые ваши начинания, они могут быть быстро закончены лучше организованной группой. А можешь рассказать о каких-то других вещах, которые ты видел, кроме вот этой сотни анархистов? Ну я думаю явно там было много чего интересного. Ну смотри, разгон сотни он, как сказать, ну не зарегистрировали официально, да, ну фиг с ним. В принципе люди-то никуда как бы не делись, они продолжали во всем участвовать, они стояли на бригадах, участвовали в столкновениях, там, не знаю, в Укрдоме участвовали в проведении различных образовательных мероприятий, там какие-то фильмы крутили, делали обсуждения, кто-то там на охране был в больницах, ну то есть было на самом деле очень много всего, всего, то есть просто не как организованная, ну как бы не как организованная полноценная там сотня, да, ну просто люди себя проявляли в различных, как бы на Майдане было много что делать, да, ты мог там продовольствие подвозить, ну как бы подвозить, ты мог там, не знаю, готовить какие-то смеси, смеси обогревающие этих славных парней из Беркута, да, ты мог там стоять на каком-то, ну на баррикаде, ты мог, ну как бы драться, ну короче, работы, как говорится, очень много, вот, и во всем этом как бы участвовали анархисты, и мне кажется наиболее как бы удачный, наиболее удачный момент был, это с захватом, ну даже не захват, потому что там просто чиновники вышли, а анархисты со студентами зашли, ну короче, называется этот момент как захват Министерства образования и науки, вот, заключался он в том, что уже после того, как Янукович убежал, вот, студентов там все равно заставляли ходить на пары, вот, а студенты говорили, блин, тут людей как бы убивают, какие пары? Заступник Аль-Министра, Заступник Аль-Министра! Мы помогаем, чтобы в понеделок по всей стране Министерство освіти оголосило траву, ни один учебный заклад, ни университет, ни ПТУ, ни колледж, ни садик, ни школа не должны работать. Вам требуется письмом у выглядящих, сейчас напишем. Они сюда приезжают, понимаете? В целом, министр Табачник, он друг Януковича, коррупционер и так далее, пошел он, ну типа, нахер. Вот, и студенты решили занять Министерство образования и науки, в том числе, чтобы провести потом свои, ну, как я считаю, довольно прогрессивные реформы. Ну, и мы со студентами зашли в это, ну, как бы, Министерство образования, вот, подходя туда, видели, как различные, там, чиновники или клерки какие-то выскакивают через окна со смущенными лицами, и когда у них спрашиваешь, ты куда, они такие, ой, я домой, вот иду, а чего через окно? Ну, вот так, ну, как бы, ну, суть в том, что, как бы, студенты подошли, зашли в Министерство образования и, вот, провели там выборы, где выбрали нового министра образования, как бы, я сейчас не говорю за то, что был он хорош или плохой, это был Квит, Сергей Квит, по-моему, если я не ошибаюсь. Важно, что они выбрали его, как бы, сами, да, то есть пусть, как бы, это будет их опыт. Вот, они, вот, то, что я помню, из каких реформ, это ввели открытую бухгалтерию, вот, но, чем в целом это интересно, как бы, был эксперимент в том, что, ну, нам удалось поставить охрану, которая, там, не пускала партии, туда хотели, там, и Свобода зайти, какие-то откличка чуваки, там, и Юля, там, что-то с Батьковщиной, что-то пыталась войти, вот, постоянно, короче, приходили и пытались зайти, и, говорит, что мы вам, там, по шапке надаем, если не пустите, вот, даже какой-то чувак пришел, говорит, я из СБУ, это стратегический объект, мол, типа, пустите, ему сказали, иди нахер, он сказал, сейчас Беркут приедет, ну, ему сказали, иди нахер, ну, и, короче, вот он пошел, вот, а студенты занимались, как бы, своими делами, вот, и если взять, как бы, другие помещения, которые, ну, как бы, здания, которые захватывались протестующими, там, тоже КМДА, Укрдом, вот, все, кто там был, видели, что они были просто разграблены, изрисованы, граффити, были, там, выломаны двери, короче, ну, как бы, там, по-любому нужно было делать ремонт. Если брать Укрдом, то там, когда студенты зашли, вот, все кабинеты, где сидели чиновники, они были опечатаны, была печать, стояла, стояла печать, получается, этого Министерства образования и науки и подпись ответственных, как бы, студентов, и, ну, на этажах стояла охрана, чтобы эти кабинеты не вскрылись. Сделалось это для того, чтобы студенты верили в то, что потом будет, как бы, разбирательство, будет расследование по поводу, там, коррупции, ну, как бы, и так далее, вот. И за все это время, как бы, кабинеты не вскрывались, и в том числе, вот, там, как говорится, стояли банкоматы, и банкоматы тоже никто не тронул. Ну, тронул, более того, там даже пол и туалет, и, короче, везде, все, что, ну, как бы, везде, где мы, получается, находились, мы вот это все, как бы, убирали за собой сами, вот. А жили, и все решения принимались в актовом зале, вот. И, ну, вот, я считаю, что это, как бы, ну, был довольно неплохой показатель наших, действительно, как бы, таких идеалистических намерений. А вот эти вот реформы, которые провели студенты, что-то вот из этих завоеваний, оно до сих пор еще сохранилось, или все это упразднили новая власть? Ну, насколько я знаю, то открытая бухгалтерия, вот, она осталась до сих пор, и там, ну, не только она, там, нет, как сказать, там, ну, определенный список нововведений, да, и он весь, как бы, прошел. То есть это можно считать вообще успешным проектом? Да, да, это довольно, довольно успешно. Просто, что я на тот момент мало что во всем этом, как сказать, понимал, да, то есть, как бы там, ну, то есть мы старались просто вот обеспечить, ну, как бы, обеспечить просто безопасно, чтобы люди могли, как бы, сами решить, что они делают дальше и как. Да, там были разговоры, что вот какого-то студента там подослали с какой-то партией, чтобы он там продвинул какое, ну, как бы, какое-то свое, как бы, решение вот от партии, вот. Но, как бы, мы на это никак не могли повлиять, потому что, вот, если у человека есть удостоверение студента, то все, как бы, он заходит, и он имеет, как бы, право, как студент, вносить, как бы, свое там предложение, а студенты там, как бы, голосовали по этим удостоверениям студентов. А были какие-то интересные, веселые истории, связанные вот с этим вот заскватированным, скажем так, помещением? История была, наверное, две самых веселых. Первая история – это студенты, ну, там была часть студентов, которые считали Саакашвили великим реформатором и позвали его, чтобы он выступил перед ними, какую-то небольшую лекцию сделал, вот, и у нас был договор, что, окей, ну, как бы, то есть, что он, получается, не из партии, он сейчас не чиновник, на тот момент Саакашвили просто читал лекции в США, и по факту он был как учитель, вот, и что это просто лекция, ну, как бы, образовательная, ну, как бы, он тут ни на что не влияет, окей, если это, если вы хотите, то мы, как охрана, ну, то есть, мы должны, ну, как бы, обеспечить все это мероприятие, организовать безопасность, и, ну, у нас было условие, что если они приезжают, то Саакашвили заходит один без оружия, вот, потому что у нас, как бы, оружия не было, и держать каких-то непонятных чуваков в помещении было как-то глупо, вот, ну, и, получается, подъезжает Саакашвили со своим кортежем, вот, ну, и Саакашвили сам немаленький, и у него какие-то ребята просто из страны великанов, два телохранителя, вот, и они такие идут, мы такие стоим, ну, как бы, метр семьдесят, метр восемьдесят, вот, и они что-то такие, ну, как бы, пытаются нас как-то оттолкнуть, мол, кто вы такие, идите вообще лесом, вот, ну, мы им говорим так, стопэ, ну, типа, мол, мы же договаривались, что без охраны, ну, как бы, ты, ну, как бы, что Саакашвили идет один, вот, ну, и Саакашвили такой, воу-воу, все нормально, мол, как бы, да, договорились, ну, он взял какого-то секретаря с собой, и вот они, ну, вдвоем пошли, а этих, ну, как бы, чуваков оставили, его телохранители, ну, тоже, мне кажется, ну, неплохой опыт, просто, что часто, когда ты, там, не знаю, вот, я, получается, был до Майдана, работал на заводе, собирал, условно говоря, таблетки, да, вот, а здесь ты тормотишь телохранителей Саакашвили и общаешься с ними, ну, на равных, хотя они, как бы, все равно пытаются на тебя смотреть, как бы, свысока, вот, а еще веселый случай, это, вот, там стоит чехол от винтовки, и там, действительно, винтовка только пневматическая, вот, и поскольку у нас не было оружия, то пытались носить вот этот вот чехол, чтобы хоть кто-то, там, накошмаривал наших недругов, что у нас, как бы, есть оружие, вот, и мы, там, готовы дать бой, вот. И чем для тебя закончился Майдан? Майдан закончился тем, что, как бы, началась вот война, началась оккупация Крима, потом начали появляться вот эти вот сводки по Славянску, да, что там уже Стрелков зашел со своими друзьями, скажем так, и у меня в этот момент происходил вопрос, как бы, как бы, легализации, потому что мне уже передали, что меня, там, как бы, уволили с работы на заводе, да, и, как бы, я отрабатывал после колледжа, и, опять же, кто из Беларуси знает, что когда ты заканчиваешь колледж, то ты, или институт, то ты обязан отработать, там, колледж отрабатываешь два года, институт отрабатываешь четыре года, вот. Если ты не отрабатываешь, то ты обязан выплатить государству, в моем случае это было четыре тысячи долларов, вот, тот, кто заканчивает университет, там сумма побольше, вот. И, ну, как бы, я понимал, что денег таких нет, и у меня, во-первых, возвращаться, во-вторых, наверное, если меня уволили, и там активно трясут всех моих родственников и так далее, то ничем хорошим для меня это не закончится, и я начал, как бы, пробивать вопросы, как бы, легализации. И там были, я не помню, были какие-то инициативы на Майдане, которые занимались решением различных вопросов, и я вот обратился в одну, и сказал, что вот я белорус, и мне нужно, как бы, помочь с легализацией, вот. И во время Майдана ходили такие слухи, что вот всем интернационалистам, белорусам, как бы, дадут, там, паспорта, гражданство Украины, и мы тут будем, значит, жить, припевающе и так далее. Вот, и, значит, я в охапку, там, со своими знакомыми белорусами иду вот с этими инициативами, и там начинаются вопросы. Короче, ребята, нормально, не парьтесь, дадим паспорта вам украинские, все будет хорошо. Вот, дальше, ну, как бы, что это все будет по закону. Потом речь уже начинает идти, что там что-то по коррупции вам, ну, как бы, дадут паспорта, как бы, кто-то там запошляет какие-то деньги, и все будет хорошо. Ну, блин, хоть как-то, ну, как бы, мне нужно здесь просто легализоваться, чтобы я себя чувствовал спокойно. Дальше идет разговор. Короче, Майдан победил, мы уже против коррупции, по коррупции, ну, как бы, никто не дает, новые времена, значит, идите, получайте политубежище, мы, вот, будем вас сопровождать, чтобы вы получите этот статус очень быстро. И, ну, политубежище, так и политубежище. Идем подавать эти все документы, и там история начинается в том, что дает какое-то расписание на какие-то интервью и так далее. И я понимаю, что никакого политубежища не будет. Я вот знаю ребят, которые в тот день со мной пошли подавать на политубежище, и до сих пор, на минуточку прошло уже 7 лет, они ходят с бумажкой, что их дело рассматривается. Вот. И как я потом слышал, ну, общался с теми, кто подал эти документы, покажи фотографию, что ты принимал участие на Майдане. Вот. То есть то, что ты можешь привести там миллион знакомых, которые это могут как бы подтвердить, ну, как бы никого не волнует. И, ну, короче, что... Я забил просто на все это дело болт и просто легализовался через, ну, женить, потому что я познакомился с девушкой на Майдане, у нас были отношения, и вот она предложила, ну, расписаться, и так вот я как бы легализовался. Вот. Ну, и потом вот уже как бы стал как бы вопрос, как бы что же как бы делать дальше. Вот. Я был среди тех, которые... Скажем так, я был среди бомжей, которые вот оставались на Майдане после того, когда уже все разошлись и всем говорили, все адекватные поехали на войну, а кто остался на Майдане, и как бы это только бомжи. Ну, вот мне не было куда идти и жить мне негде было, и в целом я вообще не понимал, как бы здесь все в Киеве работает, и вот получается был в этом статусе бомжа, с бомжами на Майдане. Вот. И получается, что как бы мысль моя была такая, что нужно как бы ехать, скорее всего, на войну. Вот. Но меня смущал вопрос там легализации, то есть я не увидел в том, что что-то как бы поменялось, да, то есть с нами, ну, общались как бы на отвали. Вот. Я на Майдане в целом как бы видел много, ну, как бы под конец Майдана я видел много, ну, как бы несправедливости, там, к примеру, что людей по подозрению, что они какие-то там разведчики, их просто забивали какими-то железными трубами, вот. И ты даже не можешь на это ничего сказать, потому что если ты скажешь чувакам, что типа мол, блин, может вы там не будете просто по какому-то подозрению, ну, как бы его пытать, вот. Ну, то тебя могли бы как бы избить. И как бы, ну, у меня был вопрос, типа готов ли я вот, ну, как бы взаимодействовать как бы с такими людьми, которые, думая, что они пытаются строить новую Украину, поступают точно так же, как делали те же мусора, ну, с которыми мы по факту как бы воевали, да. То есть условно... Ну, условно говоря, как бы ты говоришь, что типа я выступаю против там мусорского беспредела, ну, начинаешь делать точно так же, вот. И, ну, меня, конечно, такое очень сильно отбивало. Я в том числе видел, что потом у этих же ребят, которых там могли избить, там могли там плеер снять, телефон как бы забрать. Ну, то есть это было все низко, подло. Я там вплоть до того, что там сало какое-то, которое на Майдан привозят, ну, там на общак, вот, чуваки привозят, там что-то договариваются, вывозят это сало и где-то там его сдают на какие-то склады, там продают это все. Был случай, это еще когда мы сдавали Министерство образования и науки, там последние дни к нам пришли медики и попросились у нас сделать свои собрания, потому что у них была проблема, что жертвовали на медикаменты, жертвовали медикаменты и тоже там какие-то чуваки собирали эти медикаменты и продавали в какие-то аптеки по низким ценам, вот. И тоже на этом как бы зарабатывали деньги, вот. И мне как бы, ну, как бы мне не хотелось никуда торопиться, потому что я видел, что, ну, как бы, ну, как бы, окей, рисковать там я готов, да, но рисковать за что, да, то есть ты идешь, условно говоря, вперед, а в тылу у тебя вот происходит как бы такая проблема, вот. Ну и финалом всей этой, как бы, истории стало то, что мы с моей девушкой прогуливались возле администрации президента, это вот, опять же, как бы, возле администрации президента при Януковиче нельзя было прогуливаться, и такая вот пыль в глаза, что, типа, все, победа, можете ходить возле администрации президента гулять, вот. И мы идем и видим, как там стоят женщины, девушки, мы подходим и спрашиваем, что происходит, что, ну, типа, что за митинг, вот. И они говорят, что их мужья и, как бы, сыновья попали в окружение, тогда это было, ну, как бы, речь шла тогда про котел под Измарино, вот. То есть десантники делали, получается, большой марш вдоль российской границы, чтобы перебить снабжение из России в ДНР и ЛНР и попали в окружение, вот. И, значит, они находятся в этом окружении, звонят своим матерям и женам и говорят, идите под администрацию президента и требуется, чтобы нам дали, как бы, помощь, вот. Вот, как бы, хорошо, там, я могу понять, что, там, начало войны, да, я могу понять, что, там, люди, там, не воевали раньше, да, и, там, на панике звонят своим женам и матерям и думают, что их, там, кинули, и никто не дает им, там, подкрепление и так далее. Это я еще, там, могу понять. Но то, что выходит, там, какой-то генерал, выходит, в тот момент, глава СБУ на Ливайченко, я просто вижу, как, ну, с этим, этим женам и матерям не пытаются что-то объяснить, да, их просто, им пытаются пыль в глаза какую-то бросить, пытаются как-то их развести, чтобы они просто, вот, ну, свалили тут, не шумели и так далее. То есть, ну, нету, не было ощущения, что они пытались что-то как-то понять этих людей, понять их, как бы, проблему и так далее. Ну, то есть, было вот такое вот отношение, да, пошли вы все отсюда, как бы, не мешайте нам. Вот, и я вот для себя, ну, как бы, на финале вот понял, что, как бы, я не готов отдавать свою жизнь под командование, да, то есть, под командование этих людей, вот, когда, как бы, в тылу будет происходить непонятно что. Вот, опять же, там, можно сказать, что можно было пойти в добрый бат, но в любом случае ты будешь, как бы, согласовывать свои действия с вот этим на тот момент штабом, ну, штабом АТО. То есть, я так понимаю, ты в этот момент понял, что, по сути, изменилось мало для простых людей. Я правильно тебя понял? Ну, я просто начал замечать, что, условно говоря, в тылу, то есть, как бы, есть, как бы, идеалисты, да, которые пытались что-то поменять в Украине, да, то есть, они были на Майдане, они шли, там, в первых рядах, и, ну, как бы, они рисковали, да, и потом этим идеалистам сказать, что вы, мол, сидите здесь на Майдане, ельце, как бы, в АТО, и они, как бы, поехали. А другие, как бы, чуваки, которые на всем этом, как бы, что-то зарабатывают, они остаются в тылу и выстраивают просто свои, как бы, ну, как бы, новую систему, да, точно такую же, как была при Януковиче, только ставят, ну, своих людей, пока все, там, ну, заняты, как бы, войной. И вот это меня очень сильно осадило, вот. Я не могу сказать, что я, там, считаю, что те люди, которые были, ну, вернее, те люди, которые поехали туда добровольцами, они были глупцы. Нет, я считаю, что, ну, как бы, это все было правильно, что это все нужно, как бы, было делать, вот. Ну, я видел большую проблему в том, что в тылу, вот, ну, остается такая, вот, ну, большая, как бы, проблема в виде, ну, как бы, вот всех вот этих вот людей, которые, ну, там, разводят твоих жен, матерей, ну, как бы, родственников твоих, которые, ну, живут обычной, как бы, жизнью. Ну, и опять же, там, те же застройки какие-то продолжали функционировать по тем же правам, да, то есть просто нагоняют тетушек, вот, застраивают, ну, как бы, там, вырубают парк, застраивают, ну, из-за, ну, как бы уплотнительное, да, и нанимают там тетушек тех же, уже даже с Майдана, то есть чуваки, которые были на Майдане, и у них работы нет, вот нанимают этих же людей, и они, вот, там, разгоняют местные жители, ну, то есть, как бы, вот это меня все очень сильно осажило. А были ли у себя какие-то знакомые анархисты, которые все-таки поехали на Майдан, на войну после Майдана, и если были, что с этими людьми сейчас? Ну, тут вообще, ну, как бы, нужно сказать, вот, про войну, и в целом про Майдан, да, что, как бы, поехать после Майдана, поехать на войну довольно, как бы, легко, потому что, то есть, вы живете, ну, как бы, Майдан, он был чем-то похож, ну, как бы, на войну, да, потому что опасность тебя подстерегала, как бы, везде в городе, и все прекрасно понимали, что тебя в любой момент могут убить, да, там, даже если не пули, да, то могут молотком просто голову где-то проломать, или ножа всунуть, попадешь в плен как тетушкам, и так далее, вот. И, то есть, ты входишь в это состояние, да, что ты, как бы, не боишься умереть. Да, у тебя там нету понятия, там, ой, что у меня там на работе, ой, что у меня там дома, как там, не знаю, что там, машина там моя как-то, да, то есть, ты на вещи начинаешь смотреть совсем по-другому, и, мне кажется, в какой-то момент ты становишься каким-то таким адреналиновым наркоманом. И, ну, короче, если вот вспомнить, когда я понял, что со мной произошло уже что-то не то, и я, как бы, еще сильнее поменялся после Беларуси, это когда убили Сергея Кемского, это вот, ну, как бы, один, ну, как бы, один из анархистов, который, которого убили, и, ну, вот, он есть в официальном списке небесные сотни, да, то есть мы с ним там виделись буквально за пять часов до того, как его убили, вот, потом, получается, что мы не попали на всю вот эту вот ситуацию, когда расстреляли, просто потому, что мы настолько, как бы, замерзли, мы промокли, мы пошли, ну, на вписку просто поспать, отогреться немного, вот, легли спать, проснулись, вот такая вот новость, мы приходим на Майдан, нам говорят, вот, Сергея Кемского, значит, убили, и мы такие смотрим друг на друга, такие, ну, что сделаешь, жаль, ну, как бы, и, там, нету каких-то больших слез, нету каких-то переживаний по этому поводу больших, и, ну, что это, как, можно сказать, на войне, как на войне, жертвы, кровь, репрессии, вот, и я вот понял, что это как-то, ну, как-то это все очень странно, вот, и, значит, когда Майдан заканчивается, заканчивается вот эта вот активная фаза противостояния, вот, я просто помню, как ребята уже, ну, просто сидели и искали сами себе приключений, и когда началась война, начали появляться эти добрые баты, тоже довольно показательная картина была, это два парня, они были анархистами, вот, и они говорят, все, мы, короче, записались в АЗОВ, мы, короче, все, едем, я такой, какой АЗОВ, ну, куда выторопитесь, вы вообще видите, что, как бы, ну, что вообще, как бы происходит, они такие, чувак, нам плевать, ну, вот так и стоят, говорят, бля, чувак, там гранаты, там гранатометы, автоматы, калаши, типа, все, короче, едем, будем, короче, ватников стрелять, вот это вот все, и я понимаю, что для них вообще не стоял глубоко вопрос идейный, насколько это все сейчас необходимо и так далее. То есть люди просто хотели вот это продолжение адреналинового прихода. Я это все рассказываю для тех, кто дальше будет участвовать в революциях, довольно кровопролитных протестах и так далее. Помните, что ваше мировосприятие и ваша психика очень сильно будет меняться. И вам также нужно помнить, что вы должны всегда себе отдавать отчет. Когда вы применяете насилие, важно понимать, что это все нужно делать суперосознанно. И то, что вы можете применять это насилие, как я уже рассказывал, что просто потому что вам показалось, что вы избили человека, а потом вы человеку жизнь сломали, потому что вы его где-то там ударили не так. Просто когда вот эти все события происходят, люди об этом часто не думают. Их потом заносит все еще в более жесткие дебри. Они сами становятся беспредельщиками. И выбраться из этого довольно сложно. Довольно сложно вернуться к обычной жизни. Я просто даже помню, после Майдана долгое время все ходили по городу в каком-то милитаре. Я ходил вот с таким вот ножом. Я буквально недавно только от него избавился. Я понял, что я просто на себе носил этот груз. И таких вот людей ну как бы было очень много, которые там с какими-то травматами ходили, даже переточенными и так далее. Потому что вот люди продолжали находиться в этом как бы состоянии войны, из которого сложно было выйти. Что в итоге стало вот с этими двумя ребятами, о которых ты говорил? Ну, конкретно вот с теми двумя, что я говорил, насколько я знаю, один точно употреблял наркотики, ну как бы наркотики и фен, я так понимаю. Вот, второй точно не знаю, но... Один работаю сейчас с оператором в Азове, второй является, несмотря на то, что он там уже в лечебнице находился, является лицом тоже фашистской организации, на каких-то там постерах, роликах его там используют, хотя он как бы последний раз, когда я его увидел, он находится явно неадеквате. Ну нормально, фашистам не нужны адекватные люди, они же думать будут. Ну да. Вот, но в целом как бы если вспоминать как бы вот анархистов или антифашистов, которые поехали на войну, то как бы два парня вот попали в плен, тоже они когда... Вот с одним я очень хорошо общался, и он приехал с плена с осколком в спине, и у него были как бы проблемы со спиной, вот, ему нужно как бы было лечиться, и я ему говорю как бы там, чувак, вот тут такие-то, такие-то проблемы, как бы он говорит... Ну я у него спрашиваю как бы какие-то твои дальнейшие планы, он говорит, я там договорился с каким-то командиром, что конкретно он меня к себе возьмет, вот, я нашел себе обезболивающее, и я два месяца протяну, ну как бы на обезболивающих еще смогу как бы провоевать. Я говорю, чувак, тебе может лечиться надо? Он говорит, я как бы два месяца еще повоюю, и там может что-нибудь случиться. То есть человек вообще даже не думал о том, чтобы как-то возвращаться к обычной жизни, то есть он думал, что вот на обезболивающих он два месяца повоюет, может его там убьют, ну то есть он вообще не планировал дальше какую-то жизнь. Ну насколько я сейчас знаю, то есть он все-таки туда поехал, потом вернулся, прошел лечение в Европе, и сейчас, по-моему, он программистом работает. Вот, еще один парень, я с ним так близко не общался, но знаю, что он еще раз ездил воевать, сейчас, по-моему, живет супер бытовой как бы жизнью, давно его как бы, ну давно нигде не видел, хотя нет, по-моему, он ездит на различные там всякие ветеранские какие-то слеты в таком вот духе, ну просто общается именно там с ветеранами войны. Вот, ну еще были, был тоже интересный персонаж, был супер там идейный чувак, мне он очень нравился, я как бы с ним иногда и так вижусь, и вот он, когда вернулся с войны, то не мог себя никак найти, не мог никак устроиться на работу, и тогда набирали людей вот эту новую полицию, и несмотря на то, что у него, короче, тут анархия набита, вот, он заклеил здесь анархию, когда пошел устраиваться, и устроился в полицию, сейчас работает как бы в полиции, потому что, ну как я понял, что там давали какую-никакую зарплату, какое-то то ли жилье, то ли общагу, и вот такая ситуация. Ну, были как бы, я, наверное, больше сейчас просто говорю по подходам, которые люди, ну как бы, избрали. Вот у меня есть как бы друг, который поехал в АТО, он прошел там, ну как бы, подготовку, я так понял, пару раз побывал под какими-то обстрелами, и вот это попало с тем этапом, когда начали легализовывать добрые баты и ставить их под контроль МВД, вот, Авакова там и так далее. Вот, и когда ему предложили, ну как бы, получать вот это вот удостоверение мусора, вот, он понял, что, блин, по-моему, уже это как-то чересчур, и он развернулся и поехал, короче, назад. Вот, ну, таких вот несколько человек было. То есть я понимаю, что большинство людей, которые с какими-то прогрессивными взглядами поехали воевать, они либо сменили взгляды на совсем регрессивные, либо просто выпали из жизни. Я правильно тебя понял? Ну, нет, я бы сказал 30, ну как бы 30-30-30, то есть 30 процентов, да, ну как бы поменялись во взглядах, 30, ну, скажем, мне кажется, опять же, поменялись во взглядах, просто потому что правые на тот момент смогли организовать вот это вот сопротивление, да, которое, ну, по факту было как бы низовое, то есть они сами делали добрбат, они сами там организовывали людей на Майдане и так далее. Это как бы у них вызвало симпатию, они вот уверовали в них, а анархисты, ну, как бы не были готовы к такому уровню насилия. Вот, 30 процентов, да, как бы работают многие сейчас программистами, их нигде не видно и не слышно. Вот, ну и 30, которые как бы съездили, в чем-то как бы поучаствовали, ну, остались при своих взглядах, но мне кажется, что плюс-минус по отношению, ну, как бы ко всей этой войне у нас сейчас взгляды как бы одинаковые. А вот еще 10 процентов уставшихся – это погибшие? Погибших, я знаю, что только одного парня, по-моему, с кровавого рога ранило, я не помню, чем там история закончилась, ну, погибших я не слышал. На войну ты не поехал, а как твоя жизнь складывалась дальше? Ну, было дальше довольно забавный период в моей жизни. Я сидел в палатке, и в палатку зашел один старый оппозиционер-белорус, вот, и говорит, что ты, мол, нашел, где жить будешь, как, что? Я говорю, да нет, ну, как бы, вот сижу в палатке, не понимаю, что делать, вот. Я просто, как бы, не сильно заводил контакты с украинцами, потому что, ну, как бы, после Беларуси ты очень много шифруешься, и мало что о себе говоришь про какие-то свои, там, проблемы и так далее. Поэтому я там никому не обращался из местных, там, анархистов или антифашистов, что мне нужна, как бы, помощь, вот. Ну, и, мне кажется, на фоне всех этих, как бы, до-майдановских конфликтов все равно все, как бы, так, ну, искость осмотрели друг на друга, в том числе, ну, на меня, на непонятно откуда появившегося чувака, который в интернете написал, сказал, вот, я хочу, там, приехать на Майдан. Ну, и, получается, что, ну, как бы, мне никто не помогал, и этот Беларус мне предложил заселиться к такому человеку, как Микола Каханинский. Ну, он сказал, что они, ну, как бы, он занял помещение на Арсенале и дают там, получается, помещение беларусам, вот. Вот, и что он, ну, как бы, не против, чтобы, ну, как бы, он говорит, что я погру, чтобы и тебя заселили, вот. Кто не знает, кто не из Украины, Микола Каханинский, это украинский националист довольно такого авторитарного толка, в принципе, не скрывает, что, там, поддерживает Пиночета, часто его можно увидеть на различных акциях, там, против ЛГБТ, против феминисток, на лекциях, там говорят, что, как бы, анархистов и коммунистов будут расстреливать, но меня, вот, они, как бы, взяли, и в целом, я считаю, что это была, как бы, довольно, как бы, правильная инициатива, что хоть кто-то помогал, как бы, этим интернационалистам, которые приехали, ну, в принципе, впоследствии там жили не только люди, ну, белорусы, да, там были беженцы из Донецка, я туда вписал анархиста из России, который, в целом, как бы, ну, как бы, тупо, как бы, жил на улице, Майдан уже разогнали, он жил где-то за городом в палатке, вот, потому что он тоже там, никто его не мог, как бы, приютить, ну, а Микола Каханинский вот его потом в перспективу взял, и он, по-моему, даже там воевал потом в этом ауне, потому что, ну, как бы, такая вот история. Очень интересная история, потому что как-то странно, что именно украинские националисты приигрели беженцев из Беларуси и еще и из России. Да, да, и, ну, как бы, я, на самом деле, ну, как бы, ну, как бы, тоже до конца, ну, как бы, до конца не понимаю, какой, ну, как сказать, в чем был смысл, но мне иногда хочется верить, что это был действительно такой порыв солидарности всех, кто рубится, ну, там, против Януковича и кто выступает против режимов, там, Лукашенко и Путина, вот. Потому что, опять, я помню, что, когда вот была новость, что задержали Диму Рязановича в России, то он тоже, как бы, ну, как бы, переживал немножко. Микола Каханевский, да. Ты вот жил с ультраправыми, получается, вместе, и как-то это повлияло на тебя и на твои убеждения? Ну, как я уже сказал, что они были довольно авторитарные, и убедить человека, который прожил в фашистском государстве и уехал оттуда в том, что, если создать новое государство, обвернуть его в национальные идеи, и там будет все круто, как бы, я, ну, как бы, поверить не мог, потому что, как бы, все то, о чем, как бы, они говорили на своих лекциях, я это все видел в Беларуси, ну, единственное, что в Беларуси не велась такая жесткая, ну, национальная политика, как, там, ну, вот, предлагал Каханевский и его организацию ОУН. И, ну, как бы, там, не знаю, у Лукашенко там фемистические движения и ОГБ тоже не приветствуют, и в России там уже на законодательном уровне закреплено то, что брак – это союз мужчины и женщины, да, то есть, как бы, у меня всегда возникал вопрос, никто не давал мне его никогда на лекции задать, мол, так зачем против России, типа-то воевать, в принципе, ну, если ценности, то, что, получается, украинские, ну, националисты продвигают, то, что продвигает, как бы, Россия, они, плюс-минус, как бы, похожи, только что в России, как бы, очень большой уровень коррупции, при этом они, вот, верят в то, что это можно сделать как-то все честно и так далее. Ну, мне кажется, что это, как бы, проблема, как, знаешь, вот ты из бедной семьи, да, и тебе, ну, так, ты смотришь какие-то там клипы, где там какие-то чуваки ездят на дорогих тачках, и потом эти репера, когда там становятся популярными, да, они вот начинают покупать эти дорогие тачки и всем доказывают, что, ну, мы все, мы тоже крутые, мы тоже так можем. И мне вот кажется, что проблема вот этого старого поколения, потому что, как бы, вот, Микола и там организация ОУН, она, как бы, там люди за 40, они жили при Советском Союзе, они видели, ну, по-моему, только вот авторитарные, как бы, вот эти вот режимы, и мне кажется, что в их сознании, то есть, держава, она может быть, или в целом сообщество, может организовано быть только вот по таким авторитарным, как бы, устоям, да, и, как бы, но при этом Украина, она, как бы, при Советском Союзе ее, как бы, не существовало, как независимого, как бы, государства, а когда она получила независимость, она все равно была марионеткой, как бы, России, вот. И мне кажется, что в их сознании это, вот, как бы, наибольшее, чего мы можем, это построить, как бы, свою Россию под, ну, как бы, обвернув ее в украинскую, как бы, культуру, вот. Мне кажется, и я надеюсь, что когда-то, ну, может, как бы, они, как бы, уже в возрасте, как бы, я не слышал, не часто слышу, что там люди в 50 лет меняются, но мне кажется, что более молодое поколение, там, в том числе, как бы, украинских националистов, оно будет, вот, двигаться именно в сторону, как бы, демократических каких-то, ну, как бы, в сторону каких-то демократических моделей, потому что Украина и Беларусь, они всегда, вот, чувствовали на себе вот этот вот гнет империи, и мне кажется, вот, какой-то инерцией заложено в том, что, как бы, авторитаризм, это, вот, Россия, да, и это то, что, вот, ну, как бы, распространяет Россию. Мне кажется, что, ну, как бы, национализм, что в Беларуси, что в Украине, он со временем должен стать, ну, как бы, освободительным, что-то наподобие, как у куртов, или что-то наподобие, как у сапатистов. Ну, хотелось бы готовились, пока что-то незаметно. Ну, почему незаметно? Смотри, вот, была очень мощная, там, правая организация «Автономный опер», да. Поливели, там, люди начали себя даже анархистами называть. Я не буду, там, сейчас говорить, что еще какие-то, там, организации поливели, потому что они об этом, там, не заафишировали, но, как бы, я общаюсь с этими людьми, я знаю, что, там, настроение у них довольно не авторитарное, да, то есть они национализм рассматривают как противостояние культуре, которую, ну, как бы, продвигает вот Россия. И, ну, как бы, там, не знаю, вот есть та же организация «Сич», которая я тебе говорил, есть, там, Дима Резниченко, который во время Майдана проводил факельное шествие, там, на день рождения Гитлера, по-моему, или что-то такое, да. Прошло время, он от этих идей отказался, пересмотрел, и, ну, как бы, сейчас, наоборот, там, даже какую-то книгу пишет о том, ну, что такое вообще авторитарная идея. То есть он не отказался от украинского национализма, да, от освободительного против, как бы, России как империи, но, как бы, от авторитарных идей, там, от каких-то, как бы, ну, как бы, от этого всего он, ну, как бы, отказался. Он, там, не является сейчас нерасистом, живет, как бы, там, с геем, и, то есть человек совсем по-другому, как бы, на мир, ну, как бы, смотрит. Да, и в целом, даже если посмотреть глубоко, как бы, в историю, там, там, у Тараса Шевченко были довольно-таки социалистические идеи. Франко, Леся Украинка, да, то есть, ну, мне кажется, что, ну, как же в том же УПА, там, тоже были, ну, как бы, было свое такое просто социалистическое, как бы, крыло. То есть они, там, есть плакаты, что мы, там, не за Гитлера и, ну, там, не за Сталина, вот. Ну, мне кажется, что, как бы, чем, ну, как бы, что это, как бы, ну, как бы, просто, ну, как бы, неизбежно, вот. Ну, я могу еще вспомнить, что левое крыло было также в, на самом, социалистической партии Германии, но не будем, наверное, останавливаться на этом, вот. А давай лучше ты расскажешь, как проходила твоя социализация, вот, в новом для тебя обществе и украинском. И было ли тебе сложно как-то найти себя в местном активизме? Ну, происходило довольно забавно. Наверное, самый яркий момент, это когда убили такого правого, правого деятеля, как Сашко Белый, вот. И все говорят, нужно идти под Верховную Раду. Я такой думаю, почему, ну, типа, что такое Верховная Рада, зачем, как бы, туда идти, ну, как бы, мне говорят, ну, я говорю, для чего это вообще нужно? Они говорят, ну, Верховная Рада, это парламент. Я такой, а что он вообще, как бы, решает? Ну, то есть ты, когда живешь в Беларуси, у тебя, там, есть президент, ну, парламент, это, ну, здание с какими-то, там, людьми, которые просто подписывают все, что говорит, как бы, президент. Да, у тебя, там, одна позиция в парламенте, одна позиция по телевизору, одна позиция на кухне. И, как бы, понять о том, что есть, как бы, парламент, в котором есть различные партии, которые еще кого-то там критикуют. Вот это было, как бы, самое, мне кажется, забавное, ну, то есть то, что ты понимаешь, насколько у тебя в целом трансформирован взгляд на мир, то, что тебя удивляет в том, что есть какие-то, там, ну, как бы, что эта структура, как бы, не едино, что есть в целом какие-то, ну, допускаются какие-то мнения в обществе, да? То есть я, как анархист, конечно, за то, чтобы были разные мнения, но, вот, увидеть это вживую, то, что это, как бы, может в целом работать государство, вот это для меня было, как бы, в новинку, вот, и вызывало большое удивление. Ну, это из ярких воспоминаний, ну, как бы, из еще забавного, не знаю, было непривычно, что мусор нужно носить, вот, идешь, хочешь фантик выкинуть, урны нет, и тебе постоянно приходится носить с собой, набивать карманы, потому что кто в Киеве живет, да и в целом по Украине знает, что здесь, как бы, выкинуть мусор довольно проблематично. Но, в целом, меня это не особо напрягало. Я просто думал, был, сосредоточен был на том, что в Украине ты можешь разговаривать на любые темы, и то, что людей, жаждущих общения, жаждущих что-то создавать, жаждущих, короче, которых есть желание что-то менять, их было много, меня это вдохновляло, и, короче, я был в кайфе. А, как вот, были ли какие-то сложности именно в участии в местном активизме? Потому что я знаю, что у многих активистов, которые приезжают в новые страны, они сталкиваются с проблемой, что они не понимают местных реалий, им сложно найти вообще язык с местными. Тебе было проще, потому что здесь нет такого большого языкового барьера? Ну, да, во-первых, я когда был на Майдане, вопрос с языком очень быстро решился, потому что, когда ты пребываешь постоянно в этой среде, где все общаются на украинском, я из села, у меня была белорусскоязычная школа, белорусский язык похож на украинский, и девушке своей, что такое анархизм, я рассказывал на украинском, ну, то есть, что он очень, ну, как бы для белоруса, как бы русским, я вот помню, точно была проблема, а для белорусских он, ну, для белорусов он легко поддается вот изучению, скажем так. Поэтому даже с теми, кто общается на украинском, никакого, ну, никакого проблемы в языковом барьере не было. А вот с тем, чтобы понять, что, условно говоря, там, ты можешь не всегда выключать телефон, да, то есть, в Беларуси, к примеру, я вообще телефоном не пользовался, то есть, я там, ВКонтакте я почти что не сидел, у нас вся переписка шла строгая, там, через джабер, вот. И то, что, ну, как бы, очень сложно было принять, то, что здесь, как бы, вот, надзор государства, он в разы, в разы, как бы, слабее, нежели, там, в Беларуси. И в целом, что здесь, в Украине, есть пространство для какой-то публичной деятельности, что необязательно 24 на 7 ходить в маске и делать, как бы, там, все анонимно, потому что, если ты поклеишь листовку, то тебя завтра, как бы, там, будут кошмарить твою семью, вот. Ну, в принципе, если ты поклеишь листовку, то тут таких листовок, вот столько всем, в принципе, на них, по боку, что людям, что государству. Вот, но мое общение с местными активистами, оно, как-то, не заладилось, в плане того, что тогда были, скажем так, более миролюбивые инициативы, которым ты приходишь на собрание, и собрание сводится к тому, что вот скоро война, и нам нужно организовывать женские отряды самообороны. Вот, ты такой сидишь и говоришь, ну, хорошо, давайте их организовать, такие, так мы не умеем. И ты такой, бля, что вообще происходит? Ну, то есть, что были инициативы, которые вот занимались какими-то образовательными мероприятиями, но никак не могли себя вот реализовать в условиях вот этого вот военного конфликта, да, это была там часть, да, условно говоря, анархистов. И были другие, которые были за то, чтобы ехать воевать, был даже такой проект, назывался «Черная гвардия Украины», это анархисты пытались создать, как бы, свой батальон, вот. Как и сотни, в итоге никакой батальон создан не был, а люди просто разъехались по отдельным, ну, как бы, ну, как бы, кто куда разъехались индивидуально, вот. Но вот когда я вот общался с теми ребятами, которые хотели ехать, я начинал замечать такую тенденцию, как люди переставали называть себя анархистами, люди переставали называть себя антифашистами, все больше симпатизировались там правым, вот. Почему они делали? Не потому, что они там отказывались, ну, как бы, что у них менялись как-то там взгляды, что они становились на самом деле там расистами какими-то или еще что-то. Нет, просто что, когда вот поднялся вот этот эмоциональный, исторический разговор, да, как бы, что со стороны, там, России, что со стороны Украины, очень было сложно людям объяснять, что, к примеру, антифашисты, это, как бы, там, не сторонники ДНР, ЛНР, да, или там Новороссии, а что это люди, которые просто не поддерживают авторитарные режимы, которые выступают против любых видов дискриминаций, там, по цвету кожи, ну, там, полу или и так далее, вот. Вот, и чтобы, ну, не устраивать вот этих вот во время войны лишних дискуссий, ну, как бы, люди переставали себя, ну, как-то так идентифицировать, вот, и, ну, называли себя там левые националисты, вот, в таком вот духе. А правым симпатизировали именно потому, что правым удалось организовать вот это вот низовое сопротивление, да, как я уже говорил, начиная там от Майдана, вот это вот самооборону, участие, да, и заканчивая там какими-то батальонами, потому что действительно, там, ну, тот же Азов, правый сектор, взять ОУН, ну, как бы, вот, там, ОУН я видел, как бы, как создавался, да, то есть это, там, ну, реально люди чуть, ну, как бы, чуть ли не со своим личным оружием охотничьим ехали, вот, ну, там, воевали, где-то что-то покупали, потемное какое-то оружие, и, ну, как бы, ну, из этого, как бы, вырастали в перспективе, как бы, ну, целые, как бы, ну, полноценные, ну, как бы, ну, как бы роты. И, ну, как бы, по факту этим должны были в том числе заниматься анархисты, ну, как бы, анархистам хотелось, да, ну, как бы, делать что-то такое, но у них не было ни опыта, ни возможности, и поэтому они, как бы, присоединялись на тот момент к праву. Ну, и, как я уже говорил, что кто-то оставался при своих взглядах, кто-то нет, а кто-то после войны, как бы, не смог выйти из этого состояния и, вот, ушел в бытовуху. Хорошо, а в итоге, как ты влился в активистскую тусовку и чем ты занимался? То есть ты не смог найти общий язык с местными какими-то, но ты продолжил как-то заниматься активизмом? Да, меня это все, как бы, очень сильно, ну, как бы, меня это все очень сильно, как бы, ну, не устраивало, вот, и, наверное, я дальше должен поменять немного имидж, потому что буду рассказывать дальше про проект, в котором я участвую, и поскольку я там не один, я бы не хотел быть, не знаю, медийные персоны этого проекта, я вот одену балаклаву, мне просто так будет. Как бы более правильно, такую вот грозную балаклаву боевика с Майданом. Я просто думаю, что в мусорских сводках я в белорусских прохожу как боевик с Майданом. Собственно, привет, я боевик с Майданом. Мусора в Беларуси бойтесь. То есть можете показать это видео по белорусскому ТВ и пугать, пугать людей. Ждем новую публикацию в одном мерзотнейшем телеграм-канале. Да. Миша, привет. Ну, собственно, ситуация была такая, что, как бы, как я уже сказал, что одни не могли ничего сделать, другие поддавались вот этой, вот, не знаю, какой-то истерии, ура, патриотизма, вот, и я перед поездом на Майдан читал книгу «Речи бунтовчика» Кропоткина, и там вот эти все, в принципе, моменты по тупикам, ну, как бы, ну, такими по манипуляциям, они, в принципе, описывались, и я уже, как бы, четко видел, что дальше будет, в принципе, все, как я вот себе представлял, что самые идейные поедут там на войну, вот, что всех используют, вернутся, а здесь уже, как бы, чиновники новые, там, взяли власть в свои руки и поставили своих людей и сказали, ну, типа, короче, расходитесь, мы тут без вас разберемся, вот. Ну, я решил для себя, что, ну, как бы, я буду заниматься, ну, как бы, созданием, как бы, нового анархического движения, и у меня родилось, ну, две мысли на два проекта. Один, один проект, это был, как бы, анархическое движение, ну, как бы, вернее, анархическая организация, и, как бы, цель ее была, как бы, ну, как бы, в участии в уличных акциях, да, там, какие-то митинги, пикеты, какие-то распространения листовок, написания статей и так далее, вот. Это, как бы, закончилось это все не очень удачно, потому что со временем, с приходом, там, некоторых людей, все это превросло в какую-то авторитарную секту, которая начала просто воевать с другими анархистами и доказывать всем, что мы крутые, вы вообще не крутые, и вообще на всех, на вас надо прыгать и так далее, ну, в смысле, по лицу там бить и так далее, вот. Я на все это, как бы, смотрел и вспоминал вот ситуацию перед Майданом, да, как я рассказывал, что ты, ты приезжаешь на Майдан и есть куча разрозненных анархических групп, понимал, что это, как бы, тупик, провал и в итоге, как бы, вышел, получил негативный опыт, но я использую этот опыт себе в облаке, вот. Ну и был второй проект, это было создание, как бы, библиотеки анархической, где фикс у меня была в том, что если люди будут читать книги, где все эти манипуляции, как бы написаны, вот, то они не будут, как бы, совершать ошибок, потому что вот я, как бы, как бы предугадал, что это все будет. И со временем мне просто начали писать, что, мол, а можно книги купить? Вот. У меня было несколько дублирующих книг, и я подумал, что если, как бы, книги продавать, то можно за эти деньги покупать еще новые и таким образом развивать библиотеку. Ну и так у меня родилась идея под название проекта Анарха Дистра Украина, вот. Это было, как бы, очень важное на тот момент название. Анарха, оно обозначало, что, как бы, вот, я не прячусь, ну, не прячу свои, ну, как бы, взгляды, которые прятали на тот момент многие. А Украина, потому что в тот момент, как бы, в России, ну, в том числе работали, как бы, агенты среди анархической и антифашистской тусовки, и они, вот, пытались навязать, что, как бы, Новороссия это истинно, как бы, антифашистский проект. Даже, как бы, там, некоторые антифашисты из России, ну, которые были активистами, действительно поехали туда, в Новороссию, даже некоторые погибли. Вот. И, вот, название Украина, оно тоже являлось, как бы, позицией, что мы все-таки поддержим, вот, освободительную борьбу Украины против, как бы, России. Вот. Ну, сейчас проект называется, как бы, Ля Револьт. Ну, и существует, и поныне, и все хорошо. А можешь рассказать подробнее, как появился проект Ля Револьт, какая его концепция, чем проект занимается сейчас, и, может, какие-то небольшие планы на будущее? Ну, появился, все началось с того, что в какой-то момент мне написали, что хотят, ну, как бы, вот я продавал книги, люди написали, что хотят покупать футболки, ну, с Махно. Вот. И я вообще ничего не понимал, там, на тот момент в одежде, как бы, и я сделал обычные футболки на Фруктов Зелуме. Все, проект, как бы, существовал. И во время покупки книг со мной познакомился парень, и он сказал, что он, как бы, открыл цех, вот, и что он бы хотел из этого цеха сделать, как бы, кооператив. А какой именно цех? Ну, швейный цех, вот. И, ну, так вот, ну, я познакомился с человеком, в котором, как бы, работаю по сей день. Он, кстати, не является анархистом, вот, у него, можно сказать, что он такой националист социал-демократических взглядов, вот. Но, как бы, у нас, как бы, с ним довольно хорошее сотрудничество происходит. И, ну, как бы, мы, вот, начали двигаться по этой теме, как бы, кооператива, создание этического производства в Украине, вот. И, значит, продавал я книги, ну, делал там небольшие партии футболок, вот, и в какой-то момент на квартиру, где я жил, приехал Игорь Оленевич на время перед лекцией, которую мы проводили в Киеве, вот. И он наблюдал, как я отправляю эти книги, расспрашивал у меня за проект, что да как, ну, я ему, вот, рассказал, что, вот, как бы, отправляю книги, люди, как бы, там, читают, ну, как бы, что это не брошюра, которую ты пытаешься людям дать на улице, или, там, листовка, мол, возьмите, почитайте, что вот люди даже за это, как бы, платят, мол, за то, что они, вот, ну, хотят узнать, что такое даже анархизм. Вот, ну, и он ходил, ходил, такой, прикольно, 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 вот. А потом в какой-то день подошел, говорит, слушай, Макс, а что тебе надо, вот, для развития проекта? Ну, а я такой стою и такой, да слушай, что, да денег нужно, как бы, вот, мы бы еще партию одежды сделали, еще бы больше книг, как бы, там, закупили и все, вот. Ну, и еще через пару дней он такой подошел, говорит, давай я тысячу, ну, говорит, сколько тебе денег надо? Я говорю, ну, не знаю, тысяча долларов, то есть для меня казалось, что это, как бы, супер большие деньги, вот. Он говорил, ну, давай я вот тебе дам тысячу, когда будет время, вернешь. Я правильно понимаю, что он только вышел из тюрьмы, приехал к тебе, то есть это какие-то, возможно, подъемные, которые он получил, то есть чуть ли не последними деньгами, которые он разделился с проектом? Не, ну, я не думаю, что он, как бы, последний отдавал, то есть Игорь довольно такой продуманный человек, но то, что, да, насколько я знаю, ему дали подъемную сумму во время выхода, и вот он, да, решил этой, как бы, подъемной суммой поделиться, и, там, через полгода я ему, ну, как бы, вернул эти деньги, вот. Ну, и проект, как бы, продолжил развиваться, и сейчас мы, как бы, пытаемся выстроить, как бы, полноценную концепцию с этическим производством, с ненавязыванием своего, как бы, товара, вот. Ну, опять же, как бы, могу, в принципе, это, как бы, более подробно рассказать. Да, расскажи более подробную концепцию. Ну, основная, основная идея в том, что мы покупаем, как бы, ну, основное сейчас, основное направление, как бы, Ля Револьт, это, как бы, производство одежды, вот. Если вы возьмете одежду и почитаете, там, набирки, где она написана, она, в основном, производится, как бы, в Китае. И можно, там, не знаю, посмотреть фильм «Голубой Китай», да, «Цена моды», почитать, там, «Наоми Кляйн», и вы узнаете, что за всем этим производством, там, нарушение прав рабочих, низкая стоимость труда, да, люди действительно, там, гибнут, идет большое, большое загрязнение окружающей среды. Потом вы можете посмотреть, как вам впаривают эту одежду, то есть, вот, ее, там, эти китайцы произвели, да, за какие-то копейки, потом надевают эту одежду на каких-то модных людей, уважаемых, да, и пытаются вам это все всучить. Именно всучить, потому что, не знаю, вы можете в Инстаграм листать и посчитать, сколько раз вам за день выскочит предложение купить какую-то брендированную одежду, да, ну, это, как бы, даже, там, про локальные какие-то бренды. И мы пытаемся делать все совсем по-другому, то есть, мы пытаемся шить именно в Украине, по возможности, ну, смотреть, ну, как бы, отслеживать производителей, с которыми мы работаем. Ну, например, для начала мы там начали отказываться от китайской ткани, потом, когда началась война, ну, короче, когда турки напали на Раджаву, мы начали отказываться от турецкой ткани, сейчас начались протесты в Белоруссии, мы отказываемся от белорусской ткани, которая у нас там используется в Карка-штанах. И, ну, пробуем, как бы, для себя, ну, насколько это, в целом, как бы, жизнеспособно, да, то есть, пытаемся создать такой вот эксперимент, да, то есть, своих идей, да, то есть, вот мы говорим, что, ну, не покупайте у этих, как бы, людей, ну, там, они, условно говоря, там, нехорошие. Ну, пробуем сами, как бы, не покупать и проверить, насколько это, как бы, все реально, потому что, когда мы что-то бойкотируем, то мы тоже создаем для себя определенные неудобства, вот. Ну, и, к примеру, если, там, взять, опять же, вопрос рекламы, да, есть, ну, как бы, обычно у брендов, там, ну, есть какой-то бюджет на рекламу, да, то есть, ты можешь заплатить за, там, не знаю, за красивый фотосет, вот, заплатить какому-то блогеру, чтобы он тебя, там, прорекламировал, и, ну, заплатить, там, Инстаграму, который собирает твои данные и продает, заплатить еще сверху, чтобы он кому-то это втюхивал, ну, как бы, всплывала эта реклама. Или же ты можешь помочь какому-то проекту, который, ну, который тебя, ну, скажет, что вот эти люди нам помогли, спасибо им, респект, и таким образом перед себя узнают. То есть, ну, как бы, суммы почти те же, но так мы получаем, как бы, ну, на наш взгляд, более правильную этическую, ну, рекламу. Вот ты сейчас говорил, что «Ля Револьта» помогает каким-то инициативам. Я знаю, что вы занимались помощью беженцам из Беларуси здесь, я один из тех, кому вы помогали, можешь рассказать об этом чуть подробнее? Ну, как бы, объем помощи, который мы, конечно, даем не такой большой, потому что, ну, как бы, нужно сказать, какую помощь мы оказываем. Это когда люди приезжают, да, то есть они растеряны, они не знают, как бы, что здесь делать. То есть я вот просто вспоминаю свои ощущения, да, и там рассказываем про правила жизни здесь в Украине, потому что, опять же, люди там были случаи, вносили полную предоплату на квартиру, а им даже там ключи не дали, никакие документы, потом говорят «ты эмигрант, типа, иди вон», да, или там люди устраивались на работу, им не выплачивали там, ну, как бы, зарплату какую-то. Ну, и мы вот старались эти, как бы, вопросы как-то помогать решать. Ну, как бы, если, ну, там, финансовая какая-то помощь нужна, то тоже старались, опять же, не через фонды, а своими силами, через своих знакомых, как бы, пытались вот решить эти вопросы, подсказывали по вопросам легализации. Потому что, почему вот не через фонды? Потому что фонды, они довольно бюрократические, в какой-то степени довольно неэтические, можно так сказать, потому что вот есть парень, ему говорят, что мы тебе можем помочь финансово, но ты должен предоставить три бумажки, что на тебя оказывали давление. У человека там до протестов там миллион задержаний, там какие-то избиения и так далее. Вот, но во время протестов его только там два раза задержали. Он отсидел сутки, еще раз отсидел сутки, вышел, ну, как бы, информация пришла, что, ну, его сейчас хотят по уголовке, как бы, закрыть. Он уехал, у него нет этой третьей бумажки, да? И ему говорят, мы тебе не можем помочь, потому что тебе нет третьей бумажки. Ну, то есть, как бы, ну, мне такое, как бы, не близко, и плюс я знаю, что некоторым белорусам эти же фонды какие-то помогают легализоваться, там, за 300 или за 700 долларов, что тебя, как бы, там записывают как волонтера и разрешают тебе на год, как бы, остаться в Украине, за это, как бы, берут деньги. Вот, мы такой категорический тип, ну, не приветствуем, мы стараемся решить все вопросы, как бы, бесплатно и, ну, работаем с людьми, как бы, знакомыми через руку. То есть, условно говоря, то есть, если это твой какой-то знакомый, знаешь вот этого человека, то мы ему, как бы, помогаем. Ну, таким вот образом мы пытаемся, ну, как бы, ну, как бы, мы точно знаем, что мы помогаем человеку точно, ну, что у него, как бы, действительно, как бы, проблема. Вот, ну, и делаем, в какой-то степени, как бы, комьюнити, знакомим людей между собой, потому что, как я понял, Лукашенко и, в целом, как бы, белорусское государство, оно пытается людей, как бы, вытеснить из страны, чтобы они стали такие дезорганизованные, как бы, решали свои какие-то бытовые вопросы, а мы пытаемся их снова собрать, поставить их на ноги и чтобы они дальше, там, не знаю, снимали видео, помогали, что-то подсказывали, там, Беларуси, вот, помогали другим, как бы, беженцам, и вот так вот. Давай вернемся к вопросу белорусских партизан. Ты сказал, что ты знаком с этими ребятами, а можешь ты нам чуть подробнее рассказать, что это за люди, какая у них была мотивация, чтобы поехать в Беларусь и принять участие вот в этих событиях, и как ты оцениваешь вот то, что они делали? Ну, как я уже говорил, что, ну, Дима и, Дима Рязанович и Сергей Романов, они, как бы, из, ну, мы вместе с одной группы, которая действовала в Гомеле, периодически она действовала в Жлобине, вот, если кто следил за анархическим движением в тринадцатом, ну, в двенадцатом-тринадцатом году и видел эти вот, ну, как бы, очень редкие на тот момент акции, то вот это, как бы, делал я, Рязанович и, ну, как бы, Романов. С Игром я тоже уже, как бы, сказал, что хорошее, довольно, мнение о нем. Он, насколько я знаю, жил в Польше, жил обычной жизнью, и, то есть, условно говоря, как попа в тепле, да, как бы тебе, ну, как бы, можешь сидеть в интернете и всем рассказывать, кто, что, как бы, там, должен делать, вот, но он, как бы, ну, как бы, выбрал такой вот вариант, как бы, поехать в Беларусь. С Димой Дубовским, ну, как бы, я знаком, он какое-то время скрывался в Украине, да, то есть, кто не знает, Дима Дубовский долгое время находился в уголовном розыске. Десять лет, если быть точным. Да, он находился десять лет в уголовном розыске. Это опять к вопросу того, что, мол, про то, что государство всех найдет и так далее, то вот он, как бы, десять лет демонстрировал, что, ну, как бы, можно жить. Приезжал в Украину, мы с ним занимались с утеплением домов, вот, и, не знаю, самое, ну, как бы, это довольно идейные, как бы, честные, ну, как бы, люди, вот, и, как бы, мотивация их мне, как бы, вполне понятна, да, то есть я рассказывал, вот, свою историю про Новый год. Эта же история была у Рязановича и Романова, да, вот. Рязанович, опять же, был на Майдане, вот, он видел, что, ну, как бы, когда нужно радикализироваться, то нужно радикализироваться, и, ну, я думаю, что они, вот, хотели подать пример, да, то, что, вот, как бы, момент радикализации, он, как бы, настал, и нужно, как бы, действовать. Потому что у Игоря Линеевича была идея, что мы всегда, как бы, должны, как бы, подавать пример, да, то есть когда люди, как бы, думают, делать, не делать, они всегда хотели, вот, начинать делать что-то первое, чтобы, условно говоря, показать людям, что это, как бы, не так страшно. И, в целом, если посмотреть, как развивались события, то есть Игорь Линеевич создал канал в Телеграме и загрузил туда три видео. В принципе, в этих трех видео объяснена его вся мотивация этого поступка. То есть я думаю, это было сделано с расчетом на то, что, ну, как бы, их могут задержать, и, вот, собственно, для всех, кто ищет вопрос, типа, зачем они это сделали, вот там в трех видео, в принципе, все изложено. Окей, а как ты оцениваешь то, что они давали показания какие-то? Ну, когда я общался с Димой Рязановичем, это был, наверное, 17-й год или конец 16-го, очень давно, но я помню, что он мне рассказывал, что вот у Игора есть такая позиция, что мы перед мусорами и чиновниками не должны скрывать каких-то своих взглядов, не должны опускать голову, потому что, ну, кто они нам такие, да? То есть они наши угнетатели, и почему мы должны скрывать, что мы хотим, ну, как бы против них, как бы, воевать, отстаивать свои права, отстаивать, ну, как бы, свою свободу? И я так понимаю, что у Игоря это, как бы, осознанный шаг, да? То есть, как бы, вот он там на видео, что публиковали мусора, он у него там спрашивает, а что это у вас за предмет, похожий на пистолет? Он говорит, ну, как бы, почему похоже? Это вот боевой пистолет. Когда у него спрашивают, он говорит, самолично решил принять участие в Белорусской революте, да? То есть он, условно говоря, попадая в плен к врагам, он ему же говорит, да, я, вот, хотел против вас, как бы, сражаться. Ну, вот, Дима Дубовский, я думаю, шел точно по такому же сценарию. Вот, и что касается, там, Дима Рязановича, он мне говорил, вот, у ребят, ну, как бы, у Игоря есть такая позиция, и там, у Дубовского, а у меня, как бы, мне лень с ними общаться, типа, я, как бы, вот, кто-то хочет общаться, я, допустим, ну, как бы, не общался. Вот, так что я думаю, что вот он не общается по этой же причине, почему Романов там не дает показаний, ну, возможно, по такой же. Опять же, это я говорю свои какие-то мысли, то есть я, это было, вот, сколько уже, 4 года назад, поменялось у них что-то, не поменялось, я, ну, опять же, не знаю. Плюс есть такая штука, что у тебя есть теоретический план, как бы ты сделал, есть вопрос, что когда ты попадаешь в плен, да, там могут быть пытки, какое-то давление, может что-то поменяться, и люди могут там какие-то планы корректировать, вот. Так что, ну, короче, нормально то, что, как бы, я думаю, что их поступок, вот этот вот, довольно отважный, он перекрывает, в принципе, все, вот. Ну, я с тобой в этом полностью согласен. А еще хочу вернуться к вопросу отношений с твоими родителями, то есть ты начинала рассказ с того, что из-за действий сотрудников отношения в семье сильно ухудшились. Вот спустя все эти годы, какие сейчас отношения у тебя с семьей, и поменялись ли как-то взгляды твоей семьи после событий вот этого, прошлого 20-го года? Ну, мои отношения начали налаживаться, когда я пытался заехать в Родину. Ну, мы с родителями не общались очень долго, потому что, там, отец слушал песни за Донбасс, там, смотрел русское ТВ, он говорит, нам, аж вы тут за батьку, мы за батьку, вот. И, ну, наши разговоры были, мягко говоря, натянутые. Вот. И просто в какой-то момент я поехал в Россию и пытался поехать. Вот. И меня задержали на границе, я думал, что это, как бы, надолго. Вот. Ну, как бы, меня завели просто в кабинет там какой-то, ну, не кабинетом, место для задержанных, ну, на пункте 3 сестры. Вот. И я не знал, что со мной будет, когда, там, телефон у меня уже забрали. Вот. И просто проходил мужик в окно, я говорю, эй, мужик, как бы, позвони по вот этому вот номеру, скажи, что, там, меня забрали. И помнил на тот номер, ну, на тот момент номер только матери, потому что со всеми остальными я общался, там, через джаббер или по каким-то другим зашифрованным, как бы, мессенджерам. Вот. И мужик этот в итоге оказался честный, позвонил матери, вот. Мать, ну, меня отпустили, как бы, там, через 8 часов, да. В итоге мать несколько дней, там, меня искала по различным границам, ездили, там, в Россию, спрашивали, и мусора их везде вот так вот, ну, на отвали. Как бы, да, типа, к нему есть там вопросы, и, ну, как бы, они там не давали им никаких, ну, никакой информации, как бы, обо мне. И они от вот этого вот беспредела, как бы, реального, да, то есть они не сказали, что они меня выпустили, потому что, ну, как бы, понимаю, что там паренцы, они сами не в курсе, выпустили меня, или ФСБшники меня куда-то увезли, вот. И они, короче, от этого всего офигели. И потом, ну, увидели, что я заходил там на свою страничку, ну, как бы, ВКонтакте, увидели, что я заходил, написали, у тебя все нормально. А я им, как бы, не отзвонился, потому что я подумал, да, мужик этот, наверное, никуда не позвонился, вот. И они предложили восстановить общение, мы как-то начали общаться, и когда уже начались протесты, то, ну, я вижу, что у них много, что на многие вещи начали открываться глаза, и я, конечно, этому очень рад. Ну, 20-й год изменил многих белорусов. Я, например, был очень рад, когда видел видео своего города, где мама шла на голове колонны. Было очень приятно. А давай тогда перейдем к следующему вопросу, уже вот как раз про Беларусь. Ты, как участник Майдана, ты следил, естественно, следил же за событиями в Беларуси, следил. Расскажи, какие твои впечатления об этих событиях, что ты думаешь, видишь ли какие-то параллели с Майданом, и, может быть, какие-то прогнозы ты можешь сделать? Ну, я бы хотел сказать, что все вот приклинают 2020-й, и для меня это как бы суперкрутой год, потому что в начале 2020-го я хотел написать большую статью о том, что я больше не хочу себя ассоциировать с белорусами, потому что считаю, что это просто какая-то нация терпилы, трусов. Ну, спасибо. Вот, потому что, там, не знаю, у меня вот четко в памяти стоит, я получил права, вот, и мне дядя говорит, ну, если тебя там остановят ГАИ, ты виноват, не виноват, говорит, виноват, извините, исправлюсь. Я такой говорю, а почему я должен извиняться? Вот, и мне дядя говорит, ты просто, типа, не понимаешь, ты в армии не служил, вот, и я такой, думаю, смотрю, как бы, на своих знакомых, которые хотят, как бы, пойти в милицию, и понимаю, что они, ну, типа, чмошники, вот, и я понимаю, что это, условно говоря, какие-то такие же мои знакомые, только в погонах, я должен, блин, извиняться перед ним, вот, ну, а мне это объясняет, что у тебя будет так меньше проблем, ну, как бы, мне по барабану, мне важно, чтобы осталась, как бы, ну, как бы, моя совесть при мне, вот, и, вот, меня от этого в Беларуси просто как бы тошнило, еще была ситуация, вот, в селе я ехал на велосипеде, и, получается, конец месяца, и гаишники, чтобы закрыть вот эту вот статистику, они заезжают вот в конец месяца в село, и начинают там всех жестко останавливать, я еду на велосипеде просто днем, ну, вижу, что там остановили, как бы, знакомого на мотоцикле, и думаю, что меня останавливают на велосипеде, наверное, чтобы я был каким-то понятым, оказывается, меня останавливают на велосипеде, то, что у меня там белого, ну, белого и красного катафота, нет и оранжевого, а, и зеркало заднего вида, вот, ну, и, короче, был там полный беспредел, что меня скинули с велосипеда, закидывали в машину, там шел, конечно, дальний родственник, но я вот, когда меня, типа, тянули в машину, я ему кричал там, дядь такой, дядь такой, вот, он просто увидел меня, развернулся и пошел в другую сторону, вот, у меня все вот эти вот картины, ну, то есть у меня таких вот примеров довольно много, ну, у меня, как бы, они очень, ну, как бы, всю жизнь, как бы, стоят в голове, я помню вот это вот терпильство, я помню вот эту вот трусость, меня просто болевать тянет, когда на 23 февраля мужики встают и говорят, ну, типа, вернее, встают, или там, женщины их поздравляют, там, ты защитник, и вот это вот все, но при этом, блядь, когда они видят чмошника в форме, то они, блин, просто проебаются перед ними, зачем, вот, и, как бы, каждый раз, когда мать меня пыталась поздравить с 23 февраля, блядь, это не мой праздник, просто, просто уйди, и как бы, я, там, и в армии не служил, как бы, принципиально, потому, что я даже в военкомате говорил, что, типа, я в этой шарашке вашей, ну, типа, не буду служить, и они спрашивают, почему, потому, что я, говорю, не буду выполнять ваши приказы, вот, ну, и, как бы, мне говорили, что, типа, сходи в армию, там, там, тебе мужество, как бы, научат, а я, наоборот, считаю, что там учат быть терпилой, и все, там учат быть терпилой и выполнять приказы ну сейчас мы видим что учат выполнять довольно преступные приказы и вот эти вот терпилы они берут их исполняют и избивают как бы людей убивают людей и все это делает просто потому что им самим страшно внутри вот ну и возвращаясь к событиям то я долго ждал когда же вот у белорусов проснется вот это вот самоуважение как бы к себе и в этом году я его увидел да там кто-то как бы говорит что дарит цветы да там пытаются как бы поговорить там с мусорами как бы да я считаю что это глупость как бы никто мы не должны оправдываться перед насильниками и убийцами да мы не должны эти попытаться доказать им что мы там мирные что мы там хорошие типа но они вообще не те люди перед которым мы должны оправдываться вот и да это все как бы как бы есть но я вижу процесс что люди как бы ну что у них вот просыпается вот это как бы самосознание и если до этого в беларуси как бы царила вот это вот атмосфера от этого блять гимна с днем джонник джонник да джонника где были мы беларусы мирные люди хочется написать терпилые трусы да но сейчас как бы вот я просто смотрел на новый год новогоднюю новогоднее шоу от нехты я вот услышал там гимн бнр которыми кстати вот не интересовался я вот понял что он сейчас вот принципе описывает все что как бы происходит и скорее всего будет как бы происходить я наверно даже бы хотел вот зачитать потому что ну я вот им очень сильно как бы проникся звучит текстом такой мы выйдем сильными родами на вольный родный свой простор хай воля вечно будя знаме охвал то мы дам мо отпор не хай живем могут не смелый наш белорусский вольный дух штандарт наш белочероно белый покры собой народный рух мне кажется что вот вот эти вот строки они как бы уже произошли до шо люди вышли вот этим вот сильными родами да но я еще вот жду что будет как бы стадия которая ну как бы неизбежно на бой за счастье и за волю народу славного своего брат и терпели мы доволи на бой усе до 1 вот по моему очень важная строчка на бой усе до 1 это мне кажется вот то что пытался как бы там оленевич ну со своей группой дать да то есть пример что нам нужно выходить на бой и пока что белорусы они как бы все смотрят присматриваются там что-то как бы протест как бы там загибается и вот это вот все но вот этот момент мне кажется он неизбежен и без него как бы ну ничего не будет и вот дальше продолжается вот следующее имя и силу белоруса не хай почуя убачить той кто смея нам нести примусы и перши выключен на бой для себя я конечно вот этот строчек воспринимаю что рано или ну как бы что во всем этом противостоянии в белорусской революции неизбежен конфликт с россией которая ну как бы захочет подавить протест и будут всячески саппортить лукашенко да почему она будет активно держаться ну как бы за беларусь да и помогать лукашенко потому что если свергнут лукашенко то следом как бы неизбежно и ну как бы революция в россии и по факту ну как бы это просто как ну скинем лукашенко будет еще несколько лет и ну как бы скинут и путина в принципе вот не переживайте как бы майдан на мой взгляд он уже запустил вот эту вот череду революции и вопрос лукашенко он будет решен и вопрос путина на мой взгляд он будет решен и принципе поэтому лично я даже не боюсь уже сниматься с открытым лицом потому что когда я смотрю выступление там лукашенко вот этих всех мусоров краевая ну я в них уже не вижу нам ровню потому что это люди которые обладают большой большим аппаратом репрессивным но они ведут себя истерично они не готовы к этому новому миру который несут вот эти вот психо ну как бы психологически освободившиеся белорусы да и они пытаются вот как на этом тонущем большом корабле со своим капитаном залатывать как бы вот эти вот дырки какие-то но там пистолеты какие-то они там уже нового типа закупают вот это все не спасет не спасет как бы люди которые почувствовали свободу ты их назад клетку не загонишь и поэтому будет момент в беларуси которые будут изучать примерно так браты до счастья мы подходим хай гром примите чем от сней укрывал их муках мы народим жить о республике свое ну в принципе вот как то так я вижу все это развитие событий я столь полностью согласен этому режиму а стала жить не так уж и много в любом случае лукашенко это уже отработанный материал и какая-то вертикаль еще может в какой-то форме сохранится но сам он в ближайшее время нас порадует своим уходом но главное не забывать что без нашего активного участия все это не сможет случиться что вот все эти речи о том что победа неизбежна она во многом тоже действует скорее нам во вред потому что люди кину можно же ничего не делал только наша активная борьба сможет что-то изменить сидя дома мы диктатор не устранил а когда вы спасем беларусь от лукашенко мы еще и братский русский народ от путина спасем и тем самым все плане и я бы хотел на что сказать я бы хотел сказать что режим рано или поздно рухнет если конкретно вы не будете принимать участие свержение режима то его свергнут другие но люди которые будут его свергать они психологические начнут уважать себя да то есть почувствует ну вернут к себе это самоуважение люди которые в этом самом не будут принимать участие они снова будут искать как бы себе хозяина поэтому если вы хотите вот именно психологически освободиться принимать активное участие в сопротивлении потому что если вспомнить себя 16-летним который начинал как бы клеить листовки и сейчас когда я вот сижу и общаюсь вот перед камерой это два совсем разных люди если я начинал с того что от слова там мусора я начинал нервничать приведи там чекиста когда я в мне вот тыкнули к силу и там было написано кгб у меня пересохло во рту начались трясти руки я не знал как себя вести до того человека который начал подходить к чекистам и говорит что ты там меня искал какие вопросы вот ну то есть прошло время и рос я именно в этой борьбе если бы ну я бы во всем этом не участвовал то я бы был все тем же вот этим вот запуганным белорусом который боится одного только слова чекиста чекист ну давай в конце уже нашей такой очень интересные беседы ты наш боритесь за свою свободу за уважение к себе и получается от этого удовольствия а Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 То все помнят, что там было с этими всеми спецслужбами. Ну, ребята, видимо, не верят в нашу победу и очень зря. Да, пусть не верят, как бы. Это их право. Продолжение следует...